Доброго всем дня! Сегодня я хочу поговорить о тахометре автомобиля. Вот это устройство. Многие начинающие водители пишут на мой блог вопросы, что это такое, для чего нужно и вообще, что он замеряет. Сегодня я хочу снять небольшое видео, в котором расскажу, что это или чего это нужно. Итак, тахометр автомобиля замеряет частоту вращения коленчатого вала двигателя. Частота вращения у нас определяется в оборотах в минуту. Вот здесь вот внизу мы можем видеть RPM, множенные на 1000. RPM как раз и есть обороты в минуту. Почему множенные на 1000? Вот видите, у нас по бокам идут цифры от одного до восьми у меня. Это не, скажем так, упрощенная шкала. По сути, каждую вот эту цифру, то есть единицу нужно умножать на 1000. То есть получается 1000. На холостых вот оборотах двигатель, например, вращается, то есть не двигатель, а коленчатый вал вращается с частотой 1000 оборотов в минуту. То есть за минуту двигатель сделает 1000 оборотов коленчатого вала. Если писать эти цифры, ну вот представьте здесь 1000, 2000, 3000, будет очень громоздко и неправильно. Поэтому производители применяют сокращенную схему. То есть вот 1, 2, 3, 4. На советских автомобилях было 10, 20, 30. Но там уже умножение шло не на 1000, а на 100. Для чего вообще нужен тахометр? Для чего нужно знать обороты двигателя? Давайте вот сейчас заведу, запущу. Вот видите, на холостых оборотах двигатель работает с частотой у меня тысячи оборотов практически. Сейчас он нагреется и обороты немножечко упадут. Для чего нужно знать обороты двигателя? Во-первых, если двигатель у вас работает правильно и хорошо, то обороты всегда будут постоянные. Вот видите, как у меня. То есть стрелка висит на одном месте. Не гуляет ни вверх, ни вниз. То есть двигатель работает ровно. Если стрелка у вас гуляет, вы завели двигатель, а стрелка у вас гуляет, то есть там то 1000 оборотов, то 700, то 1300, то это говорит о неисправности двигателя. Либо неисправности системы зажигания, либо вы залили плохое топливо, там может быть свечи нужно менять. То есть тахометр позволяет нам, не выходя из автомобиля, диагностировать его работу. То есть работу двигателя. Вот. Это первое. Второе. Тахометр нас уберегает от повышенных оборотов двигателя. То есть многие гонщики там давят педаль газа до полика, скажем так, и раскручивают двигатель, коленвал, точнее, двигатель до 7-8 тысяч оборотов в минуту. Это очень большой, высокий показатель. Видите, он в красной зоне находится. Если такие обороты будут длительный промежуток времени, двигатель попросту может не выдержать и, ну, попросту заклинит его, там развалится. Тахометр нас от этого уберегает. Вот, сейчас цилиндарик педаль газа. То есть при 3-4 тысячах он уже ревет, а при 7-8 там, ну, это будет вообще там кошмарные обороты. Тахометр это, как я считаю, нужно. Устройство одно из самых основных, если не считать, там спидометр и температуру. Вот, нужно правильно им пользоваться. То есть он нужен для диагностики и для, как бы, вычисления оборотов вашего двигателя, чтобы не убить двигатель. Также тахометр, вот лично мне, помогает экономить топливо. То есть я езжу, никогда не раскручиваю двигатель там выше двух, двух с половиной тысяч оборотов. При таких оборотах двигатель работает, скажем так, в экономичном режиме и позволяет укладываться в умеренный расход топлива. Работает тахометр по простой схеме. Если не углубляться, скажем так, да, тахометр считывает через определенные датчики частоту вращения коленчатого вала, ну и, скажем, по проводам передает его вот на эту стрелку. То есть сейчас вот двигатель у меня вращается там 900 оборотов в минуту. Он передает на эту стрелку это значение. Вот и все. Вот такая вот нужная, такое нужное устройство. На этом, наверное, все. Читайте наш автоблок.